С 10-дневного возраста начинаем приучать корму. Корм собой представляет при старте, который сбалансирован по всем основным обязательным веществам. И целое зерно кукурузы. Эти помещения по сути ясли для телят. Сюда малышей помещают сразу после рождения и держат до трех месяцев. У каждого теленка отдельный пластиковый домик. Животным приятно в таких жить, а животноводам удобно ухаживать. Под строгим контролем здесь вырастают настоящие буренки-чемпионы. А много ли корова дает молока? Вот это, например, очень много. Буренки, которые живут в этом животноводческом комплексе, способны давать до 33 литров молока в сутки. За год может набежать 10 тонн. Вот уж действительно не выдаешь за день, устанет рука. Впрочем, здесь она все-таки не устанет. Дойка происходит автоматически. Всего в хозяйстве около 3000 голов. Молоко сбывают местным производителям. Сыроваренный цех в Ясной Поляне один из таких. Вот молоковоз доставил очередную партию, но выгружают ее не сразу. Сначала молоко надо проверить в лаборатории. Качественное ли оно, нет ли в нем антибиотиков, а главное, подходит ли оно для производства сыра. Мы получили результат. У нас получилась 451 соматическая клетка. Такое молоко является сыропригодным. Свыше 500 уже молоко считается не сыропригодным. Это молоко отправится на производство чечила или сырокосички, как привыкли называть его многие. Для этого сырье должно пройти через холод, жар и медные трубы. После температурной обработки и охлаждения в молоко добавляют закваску и специальные ферменты. Дальше все решают детали. На одной и той же основе можно сделать и моцареллу, и сулугуни. У нас молоко, коровье молоко натуральное, сквашивалось в течение часа. И сыроизготовители начинают его порезку. Молоко приобрело творожистую консистенцию. И теперь девочки должны его нарезать, подсушить и слить в ванну для дальнейшего процесса чадеризации. То, что происходит в этой емкости, вполне могло бы стать частью скороговорки. Чадеризация чечила. Когда процесс завершен, сыр остается расплавить и разделить на отдельные нити. А теперь все вместе давайте скажем сыр. Здесь его так много, что прямо хочется улыбаться. Конкретно эта партия чечила уже готова. Она полностью просолена. Осталось подсушить и сформировать нити. Но продукцию уже можно попробовать. Вкус очень нежный. Продукт свежий. Главное, чтобы этого никто не заметил. Сырную линейку запустили на молочном комбинате совсем недавно. Стоимость инвестпроекта больше 100 миллионов рублей. Появились новые рабочие места. Сейчас на предприятии трудится примерно 150 человек. Порядка 30 наименований мягких сыров сейчас представлены. Их можно увидеть как в федеральных, так и в локальных сетях, так и на прилавках магазинов. Основной у нас рынок наш варьируется от северокавказского округа до Мурманска. А недавно качество ставропольских сыров подтвердили эксперты. На всероссийской выставке Prodex по их признали лучшей продукцией 2021 года. Леонид Нечапуренко, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение.